Исторический момент. Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня подписал договор о принятии в состав России четырех новых субъектов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно. Мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традиции, языку считают себя частью России, чьи предки на протяжении веков жили в едином государстве. Нет ничего сильнее решимости этих людей вернуться в свое подлинное историческое отечество. Президент подчеркнул, что Россия всегда боролась за свои права и помогала слабым государствам. В 20 веке открыла антиколониальное движение, чтобы сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и болезни. И отстояла свои права перед европейскими странами, не дала себя обобрать в период колониальных захватов, наладив честную торговлю, создав сильное централизованное государство, которое держалось на великих ценностях. А сейчас мир вступил в период революционных трансформаций, и обратного пути нет. Поле битвы, на которое россиян позвала судьба и история, это поле битвы за русский народ, за будущую Россию. Долгие 8 лет людей на Донбассе подвергали геноциду, обстрелам и блокаде. А в Херсоне и Запорожье в них пытались преступно взрастить ненависть к России, ко всему русскому. Сейчас уже в ходе референдумов киевский режим грозил расправой, смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательной комиссии. Запугивал репрессиями миллионы людей, которые пришли выразить свою волю. Но не сломленный народ Донбасса, Запорожье и Херсона, сказал свое слово. Президент обратился к бойцам, выполняющим специальную операцию на Украине, и поблагодарил их за самоотверженность, подчеркнув, что прежде всего они борются за независимую Россию. А общество должно объединиться и поддержать своих защитников. Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россия, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Президент Владимир Путин пообещал, что на разрушенных территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут построены новые школы и детские сады, жилые районы, необходимая инфраструктура. Но главное государство будет работать над повышением уровня безопасности, чтобы люди чувствовали поддержку других регионов нашей огромной страны. Виктория Шарая, События. Продолжение следует...